МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что мы сегодня делаем, это, наверное, одна из таких первых серьезнейших попыток на пути к осуществлению такого проекта постановки спектаклей уже в виде сценическом. Потому что та версия, которая будет сегодня, это не просто концертное исполнение, это уже такой, скажем так, полусценический вариант, приближенный к звучанию оперного театра и оперного оркестра. Партию Татьяна исполнила Елизавета Сойна, солистка театра «Новая опера». Столичная прима с мощным сопрано оценила уровень нашего оркестра. На репетициях удалось добиться потрясающей гармонии звучания инструментов. Хочу в первую очередь отметить замечательную работу, вообще очень высокий уровень ульяновского оркестра. Это слаженность игры, чистоту исполнения, яркость звука. И с таким оркестром, и с маэстро Дербиловым, просто исполнять такое непростое произведение, как Евгений Онегин, одно удовольствие. Ленского исполнил Дмитрий Хромов, солист, известный геликон оперы. Незатолго до выступления певец рассказал об отношении к своему герою. По его мнению, нет в мире такого тенора, который не мечтал бы спеть партию Ленского. Все-таки для русского тенора есть, наверное, две такие знаковые партии. Это Петр Ильич нам сделал подарки такие. Конечно, Ленский и Герман. Опера на сцене Ленинского мемориала – явление редкое. В этом году открытие фестиваля получилось по-настоящему ярким и запоминающимся. Мир, эпоха, имена продолжится до 30 мая, а это значит, что ульяновская весна пройдет под звуки лучших музыкальных произведений. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова